Трезвый взгляд Всем привет, с вами Ресет на канале Трезвый взгляд И сегодня мы поговорим о C9 Недавно увидел в интернете, что это игра от разработчиков Виндиктуса Многие из вас могут посмотреть на ютубе много различных обзоров уже И геймплея про Виндиктус И понять, что это за игра Поэтому C9 привлекла мое внимание И первое, что мы видим, это кастомизация персонажа Она проведена достаточно не очень Поэтому давайте переступим к геймплею Как мы видим, достаточно неплохая анимация Но на самом деле это только у этого персонажа она мне понравилась У остальных она достаточно скудная Графика в игре тоже не понравилась Например, в том же Виндиктусе намного лучше Использован слабый движок Также в самом начале возникает впечатление, что игра сильно не доработана Следующее, что бросается в глаза Это нелепые, некрасивые доспехи Видимо, создателям-дизайнерам не хватило фантазии Я, конечно, понимаю, что игра построена на данжах Но мир по бокам достаточно уродлив Итак, встречаемся с парочкой первых мобов И с самим РБ Ну, как и во всех файтингах, здесь можно добивать лежачего Также сразу не понравилось То, что в начале обучения вам дают двух бойцов, которые вам помогают Хотя тут и в одиночку можно разнести Всех, кто находится на этой карте Ну, давайте перенесемся в город Посмотрим, как здесь все сделано Чем-то мне напомнил Оли Нейтс Хотя, естественно, здесь все сделано намного красивее Но все равно Не по современному уровню Это я вам сейчас показываю ее в поиске сервера И, как видите, здесь играют ребята из России Достаточно много Но, в конце концов, эту игру нельзя судить по ее городам Будем судить по данжам Так как здесь, в основном, данжевая система Анимация ударов не показалась слабоватой Никакой динамики, камера всегда стоит на месте Все сделано очень слабо Единственное, порадовали шипы, которые торчат от земли Единственное, что так вот Довольно нестандартно Мобы все вызывают отвращение Да, в начале игры, конечно, не все показаны Но уже сложилось неплохое впечатление Также в данжах можно выполнить сразу нельско заданий Впрочем, как и в любой игре А здесь можно найти различные фонтаны Которые пополнят вам ХП и Манну Как вы видите, в данжах иногда встречаются вот такие секреты Поэтому нужно все ломать и крушить В прохождении самого данжа ничего удивительного Больше, кроме копий, не встречалось Все стандартно Вы идете, бьете кучи мобов И в конце вам попадается босс Поиграл я уже здесь за несколько классов В принципе, мне понравилась только тетка с двумя кинжалами Которую показывала в начале Больше особо ничего тут нет Впечатляющего Ну вот, давайте посмотрим и на самого РБ Как с ним бороться тут Ну, удар у него достаточно сильный Сейчас я умру Но ничего страшного там нет Здесь дается 5 воскрешалок Вот После первой встречи Мне удастся его победить Игра вызвала достаточно негативное Для себя впечатление Ожидалось, конечно, увидеть что-то другое Но Вот что есть, то есть Очень скучно, не динамично В игру совершенно не хочется играть Но, в принципе, вы можете попробовать Сейчас, по-моему, пока что только на европейских серверах Потому что вроде бы в России она еще не вышла Но скоро уже выйдет Вот Последняя добивка в таком замедлении Начисляются очки И дается несколько сундуков А сейчас хотелось поговорить еще об одной игре такого жанра На которой мне показалось намного лучше В которую я даже поиграю В отличие от этой Эта игра Драгонест В этой игре ощущается динамика Также имеется несколько классов И такой же маразм, в принципе, как и все 9 То есть Танк, например, и ДД Мужики А остальные как бы бабы То есть Магом, мужиком Вы здесь в этой игре не сможете быть Но, в принципе, ничего страшного тут нет Довольно привычный интерфейс Долго разбираться в этой игре вам не придется Графика здесь довольно приятная Сделана тоже в стиле данжи Вот Сейчас пойдем возьмем квест И начнем выполнять данж Также покажем, что она себе представляет Города здесь, да, скучновато Ну, в основном Все в свое время будете проводить не в городах, а в данжах Что можно сказать про классов Я, например, сейчас играю за клерика То есть это как танк Так и хил Себя, по крайней мере, что Пока что я не могу хилить Но в дальнейшем, наверное, смогу Классы все очень интересные Все очень динамично Понравился Маг Много всяких красивых плюшек Физика в этой игре тоже на высоком уровне Ну как, не на высоком, но, по крайней мере, здесь она присутствует В отличие от C9 Намного интереснее И длиннее данжа Вот здесь вот показано Было С каким колесом человек вам рекомендуется проходить И сколько опыта вы получите Я выбрал Прохождение с четырьмя, но буду проходить один Игра мне показалась намного динамичнее Чем C9 Так как вы сейчас сами в этом убедитесь То есть чувствуются все удары Динамика Движение камеры Все сделано на высоком уровне Несмотря на то, что игра сделана в таком детском стиле аниме Но она очень быстро затягивает своей динамикой Вот И обратите внимание, например, на мою балову Даже если я ее не бью, например, просто перемещаясь Она очень красиво двигается А также в этой игре встречаются различные секреты Можно найти плюшки разного вида В ней присутствует крафт, я видел Ломаются некоторые вот такие предметы Что добавляет динамики во время боя Очень много неожиданностей Вот, например, как вы сейчас увидели Что еще, конечно, радует, что мобы здесь бьются намного тяжелее и веселее Ну, естественно, если моб упал, то его также можно допинать Поначалу, по крайней мере, шмоток здесь падает довольно много Но, например, в этом денже мне выпала пушка 10 уровня А я, например, только еще 5 уровень И нужно довольно долго качаться, чтобы все-таки одеть Хотя, в принципе, денж проходится неплохо Особенно, если вы зайдете сюда вчетвером Очень порадовала в игре разновидность мобов То есть, с различными возможностями, своими ударами То есть, встречаются здесь и маги, и вот такие скелеты Довольно все мило и интересно сделано Очень приятно в нее играть Есть такие мобы, здоровые крепиши Которые начинают хилить своих товарищей Здесь у меня немного логнуло Закончилось место на компе Сегодня я просто работал Забился комп, не успел почистить В игре очень много динамики Например, если вас уронили, то вы должны откатиться вправо или влево Чтобы вас не начали запинывать Вот, ну и сейчас уже начнется битва скоро с РБ Мы на нее посмотрим и сравним Как Си9 проходит и как проходит здесь И в конце расставим баллы Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok